Мир же смотрит, как Центробанк уничтожает страну. Мир же смотрит, что Центробанк целенаправленно опускает рубль по отношению к доллару и тем самым тянет на себя в Россию инфляцию из Соединенных Штатов, облегчая экономическое положение в Соединенных Штатах и увеличивая инфляцию проблемы в экономике в России. Ну все знают, как работает вот это соотношение валют. Чем слабее валюта по отношению к какой-то другой валюте, тем больше инфляция с того экономического рынка, где работает эта валюта, на себя затягивает. Так вот, про Центробанк уже говорим, 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 а Васька слушает, доест и продолжает уничтожать экономику. А задача у России, чтобы выжить, стоит о ликвидации Центробанка и создании Госбанка. Колониальная Конституция, которую нам даровали из Соединенных Штатов, чтобы мы были сырьевым придатком России, это Запада, она в принципе должна быть отменена и должна быть пересмотрена. Но и отдельные положения Конституции в определенных условиях жизнедеятельности государства могут быть остановлены. В частности, это необходимо сделать по отношению к Центробанку, который занимается тем, что уничтожает экономику России. Это очевидно всем. Это уже напрямую обсуждается даже на политических ток-шоу различными экспертами, реальными экспертами, а не политолухами. Потому что скрыть вредительскую деятельность Центробанка уже ни у кого не получается, с чего бы они там ни врали. Но сталкивается простая вещь, что если невозможно на основе Центробанка функционирование экономики, то чтобы вы там не говорили, что вы останавливаете цены и обеспечиваете спрос, оно становится очевидным, что вы просто разрушаете экономику страны. А более того, у нас в стране еще жив опыт 90-х годов, когда вот эта политика Центробанка полностью уничтожила экономику Советского Союза, супердержавы номер один. Полностью уничтожила, превратив супердержаву номер один в сырьевой придаток Запада. Но ведь есть и скрытые механизмы. И когда людей, которые мы воспринимаем, ух, как патриоты, ведут на самом деле определенную деятельность, которая вредит России, и что самое интересное, когда говорят, а где же вы видите сигналы-то нашей элиты россионской в том, что они готовы капитулировать и договориться. Ну, ребята, что называется? Ну, это же вот на поверхности. Давайте возьмем классический пример. Субтитры создавал DimaTorzok